И сегодня я вам покажу краткий туториал по такому моду, как Pneumatic Craft Represured И в общем для того, чтобы вообще начать работать с модом Вот, предлагаем найти нам такую вот местную площадочку и нам нужно железо Замучное человеческое железо Берем железо Так Динамит Блок арестауна Ну или вообще любой зажигатель арестауна Ну и так вообще можно не крипера, но динамитом удобнее Та-дам Получаем 54 Ну, во-первых, может отличаться количество свитков сжатого железа Подписывайтесь на наш канал. А epic И, собственно, этот самый важный блок называется воздушный компрессор. Обычный воздушный компрессор. Берем уголь, помещаем в трубы, оба получаем сжатый компрессор. Но, помимо этого, есть еще и, а кстати, как он крафтится Крафтится он из укрепленных кирпичей, от печи, воздушной трубы и воздушная труба крафтится из стекла любого и окрашенного у меня и, собственно, этого нашего сжатого железа. Но есть еще и продвинутые трубы, которые в свою очередь... Крафтится с помощью сборочного контроллера. На, опять-таки, специальных машинах, ну, на нескольких специальных машинах с помощью программы сборки. Опять-таки, с помощью лазера. Можно сделать или из клапана барокамеры, которого, собственно, я сейчас покажу, или из блока сжатого железа. В обоих случаях мы получаем 8 штук. Но и здесь используется программа Laser, а здесь используется программа Bur Laser. И воздушный продвинутый компрессор у нас появился. Продвинутый воздушный компрессор. Крафтится из сжатого железа. Продвинутые воздушные трубы и нашего первого компрессора. Ну, это я всё просто так показал. У нас появилась барокамера. Барокамера. Мы сюда подаём сжатый воздушный. Как бы кидаем наш предмет. Получаем наш предмет сжатый. И всё. Он состоит из стекла барокамеры. Вот оно из стенки барокамеры. И вот здесь клапан. Специальный клапан. Ну, ещё здесь есть два интерфейса барокамеры. Экспорт обычно ставится. А, нет. Этот импорт ставится обычно. И этот надо его, по сути, залазить внутрь. Предлагаю взять железо. А, и стоп. Сейчас нужно взять слиток. Пять штук. Шесть. Давайте уберём. Как оно строится? Обычный куб. Пять на пять. Это как бы максимум. Пять на пять. Внутри получается три на три. Или можно вообще, чтобы сама барокамера была 13. То есть, внутрь был один блок. Но на этом скажется эффективность. Предлагаю взять. Запихнуть кунгли. Угольные кунги надо. Опа. Первый. Третий. Четыре. Слоп, я их вообще-то правильно поставил? Ну нет, конечно. Но мы вот и молчеваниями прикрепились. Опа. Нет. Шмяк, 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 опа, улучшение и еще одно улучшение. Шмяк, 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 улучшение, улучшение. Вот, между прочим, здесь есть улучшение. Сюда, 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 сюда. Так, ой, перестарался. Вот, кстати, что будет, если перестараться. Раз взорвется клапан, следим за предупреждениями. Так, все нормально. Швыряем слитки. Открывается дверка, закрывается дверка, спрессовывается. Ждем. Ждать придется, ну, зависимо, во-первых, от количества примеров. И во-вторых, сколько у вас, насколько у вас эффективно все работает. Ну, и от размеров. Больше размеров, больше ждите. Но, опять-таки, очень много нужно создавать в барокамерах. Как минимум, такие предметы сложные. Поэтому, эта постройка обязательно в этом моде. А, у нас не дошло до двух. Или дошло? Не дошло. Та-дам. 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 Ну, вы слышали, там был звук дверки. И, тадам, мы получили наши шесть слитков. Теперь у меня их есть. Опять-таки, очень важно следить за температурой. Потому что здесь есть такое понятие, как эффективность. Чем больше температура, тем меньше эффективность. Все просто. Охлаждать можно с помощью едам или рефрижераторов. Но, как я заметил, лучше работает именно лед. Все, тихо, упокойся. Вот, компрессор работает с 12 уже получается. Хорошая температура, это у нас 50 градусов. Но, это очень сложно добиться такой температуры. Ну, например, я, честно, не знаю такого мода. Который надо еще, во-первых, уметь играться с этим. Можно, конечно, сейчас постараться. Например, постепенно добавлять скорость. Чтоб взорвалось. А, это не скриперы. А, ну, во-первых, еще и трубы могут сами взорваться. Так что, вы их не зацикливаете. Это я их зациклил, чтобы показать вам, как их можно первично хранить. Вот эти полтора два. Но, лучше их, конечно, так не хранить. Вот. Храним только вот так. Да, кстати, это еще и хранилище своего рода. Так. Опа. Так, возьму еще и безопасность. Так, вот и эффективность сразу 50 столов. Теперь берем еще лед, ставим охлаждение. Можно еще радиатор поставить. И у нас уже 67. Не, как-то все-таки она сама падает. Вот, тут можно почитать все про нагрев, про охлаждение. Ну, а сейчас я перейду к следующему нашему этапу. По Pneumatic Craft. Во-первых, мы еще узнали, как хранить наше давление, наш сжатый воздух. Так как бары уже узнали, как сжимать сам воздух. Как его первоначально хранить. Как его создавать. Как создавать уже более продвинутые предметы. Вот, например, трубы и, собственно, компрессоры. Мы научились сжимать все это без взрыва. Ну, потому что кому нравится взрывать х. И сейчас точно уже приходим к следующему этапу. Дальше. Как сказать. Пожалуйста. Теперь переходим к следующему этапу, это создание пластика. Опять-таки пластик очень нам сильно потребуется. Так, начнем с того, что нам нужны два новых блока. Блок от контроля НПЗ и выход НПЗ. Во-первых, нам нужна еще вот такая нехитрая конструкция, но вообще-то лучше их хранить где-нибудь в другом месте, так как сюда просто льем ВАУ. Высота должна быть 4 блока, то есть этих 4 и контроля. Потом нам нужно еще сранить, которую можно найти, гуляя по миру. Вот если что, она выглядит вот так. Обычная черная жидкость. Так вот. Заливаем немножко на контроллер. И в итоге мы видим, что у нас сырая нефть разделилась на 4 компонента. Дизель, керосин, пензин и жиженый газ. Здесь мы можем наблюдать сколько у нас всего этих компонентов. Берем ведром. Обычно обставим ведром. Вот, кстати, видите, этот мод добавляет также еще и некоторые температурные условия, из-за чего лава застывает. Так вот, нам нужен жиженый газ в земле раннего. Так, нам нужен еще дальше. 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 Так, все. Прошу прощения. Четыре воздействия воздуха. Хорошо, сейчас уберем. Да, немножко запарно, муторно и лениво, я бы даже сказал. Прошу прощения. Прошу прощения. Я получил себе ведром жужжного газа. Опять-таки это можно сделать просто. Кликнув на самый верхний блок. Вот на этот. И что же нам теперь, собственно, делать? Так, нам нужен во-первых компрессор. Трубы. Специальная оборонка жидкостная. Ну, ближе как-то жидкостная. Уголь обходишь. И я забыл как он. Ладно, может вспомню. Термопневматически перерабатывающий завод. Термопневматически перерабатывается. Так, нам нужно привести в него. Ужатый воздух. Комплектор. У него уголь оба. Все. Потом мы должны его укрыть. На него вылетит лаву. Тут, кстати, тоже можно использовать таблички. Шлеп. Вот, например, по фару. Шлеп. И добавляем жижний газ. Хлопок. И добавляем жижний газ. Что мы видим? что нам еще какой-то нужен еще компонент. И, опять-таки, это угли. Здесь очень много угля требуется. Не то сделал. И это главное, я так и не вывел, шлеп-шлеп. Угу. Все. Пересвязать лучше. Ну блин. Простите, что я так тупил. Уже просто ночь. Все. Мы получаем жидкий пластик. Ну, в общем, я ошибся и признаю свою вину. Оказывается, жидкий пластик в данной версии ни для чего не нужен. Ну и под конец я решил вам показать, как выглядит создание продвинутых воздушных труб, собственно, на этой машине. Взял себе вот такую штуку. Творческий компресс. Засвяжу тут компотом. Добавим. Чтоб мы ничего не говорим. И все. Поэтому вот такой получился обзор. Обзор. Не это обзор. Ну, начнем с того, что мод еще на версию, на которой я сейчас играю, на 1.16.5, еще не готов. Поэтому лучше играть на 1.19.2. Там мод хотя бы имеет смысл. А здесь это еще, я бы сказал, метаверсия. И, в общем, всем удачи и всем пока. До свидания.